И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и специальному мануальному массажу. Сейчас я вам расскажу, с чего мы начинаем. Положили пациента, расстелили простынь над ним легкими, простыми, быстрыми движениями. И вам дальше нужно положить его так, чтобы было комфортно не только ему, но и вам тоже в работе. Для этого проверяем ноги. Вот они, видите, слишком далеко торчат за подушечкой. Поэтому нам надо будет подвинуть подушечку примерно там, где идет сгиб щихолотки. Так будет максимально удобно. Если человек лег куда-то там криво, потяните его, подровняйте и положите по оси стола ровненько-ровненько. Пятки, как я уже говорил, должны быть желательно выше линии сердца. Вот так вот у нас оно примерно и получается. Его белье мы не будем пачкать, поэтому немножко его подснимем и завернем вот простым. В данном случае сейчас мы будем работать с массаж спины. Для этого массаж в спину у нас входит от головы до ягодиц. Так что это все идет в работу. Руки кладем желательно вдоль тела. Можно, в принципе, смесить их. Так как мы работаем с противоположной стороны тела, то нам надо максимально расслабить эту часть, переднюю часть его корпуса. Она нам пока не очень важна. Для этого мы руку его уберем повыше. Во-первых, чтобы нам она сама не мешалась. Чтобы мы случайно облокость не задевали. Потому что техники у нас глубокие. Сразу в работу включаются локти. То есть локтями мы будем заходить достаточно далеко. Нам нужна для этого специальная зона свободы определенная. И, как видите, пока я рассказываю, я вот уже держу руку на человеке. Я постепенно с его подсознанием вхожу в контакт. Мы с тобой одной крови. Ты и я. Помните, как Маукли говорил? Потому что осознательно человек может думать, что он расслабился. А подсознание, наша парасимпатическая система, все равно держит мышцы. Где-то там идут блоки, кто-то зажимается прямо во время массажа. Очень сильно это видно. Ну, в данном случае человек привычный. Он, в принципе, сразу расслабился. Масло не льем на человека. То есть тут зону комфортности соблюдаем такую, чтобы холодно, если масло холодное в помещении, она могла остыть. Чтобы не капали, чтобы он не вздрагивал не только его лишний раз. Полотенце, либо просто, я уже говорил, что предварительно подогреваем, чтобы он нагретым. А, кстати, когда вот она нагрета, я его раскладываю прямо на нем. То есть оно сложено, теплое. Я прислоняю его. И сразу идет разминка. Если человек пришел не из бани, а с улицы, например, да, сразу чувствую, что идет тепло. Они сразу такие, ооо, выше клиента. А, как хорошо, кайф. Да, это вот он, окей, показывает. И тоже можно немножко его промять. Так называемый вербюжехват. То есть через полотенце, вот мы его немножко так вот уже разогрели. Далее, развернув полотенцем его простынь, обязательно согреваем его ступни и подворачиваем полотенечко, чтобы было максимально комфортно, чтобы там воздух холодный, да, не проникал к ступням. Вот туда. Здесь обозначили тепло, по бедрам обозначили, и по ягодицам вот так вот спустились. И завернули его. Ты нам показываешь, что чувствуешь заботу, да, о себе? Максимальная забота о клиенте – это дополнительный, как вы понимаете, плюсик в вашу профессиональную карьеру, и лояльность пациентов повышается. Поэтому, смотрите, масло мы на нем не капаем, капаем на руку столько, сколько нужно, да, и такими порциями растираем. Сколько масла лить – это всегда индивидуально. Желательно выработать для себя некоторую такую стилистику, чтобы было не много и не мало. Если власяной человек, власяной покров у человека, конечно, побольше, то масла надо тоже побольше. Поскольку руки у нас работают по локоть, то мы еще дополнительно растираем масло на наши локти. И, заметьте, я клиента не накапал и не испачкал. Сразу обозначаем легкими поглаживаниями. Это пока еще только поглаживание. Что мы будем делать, какую зону, да, проверили, где масла, и хватает, не хватает. И начинаем приемы. Второй прием – растирание. Растирание используется любое. Продольные, поперечные, угловые, когда вот у нас, например, мышцы на лопатке идут от акромиального отростка, вот так вот веерно, в эту сторону. Здесь от большого вертства большой кости бедренной, они идут вот так вот, веерно. То есть мы можем еще вдоль мышц растирать. Ну, это локально, я еще в следующем видео вам покажу. Растирание спиралевидное. Можно пройтись, если тело большое, то несколькими полосами. Раз, два и три. Если тело достаточно маленькое, ну, бывает, девочка маленькая, то у меня всей ладони хватает, чтобы ее похватить. Достаточно одного раза. Растирание продольное, соответственно, вдоль всей нашей поверхности общего тела, да. Но всегда наши движения, как вы помните, идут от периферии к центру, в сторону сердца. При этом, смотрите, очень важна моя постановка ног. То есть одна нога у меня рабочая, она вперед постоянно переходит. Таким образом, я с опорной ноги, которая задняя, да, я переношу тело и переношу импульс вперед в руку. То есть движение получается достаточно энергичное. Слышите, да? Все тело у меня работает. Если мы хотим немножко отдохнуть, можно вторую руку использовать просто как упор. Да, и вот эта часть корпуса у нас отдыхает. При этом вторая часть корпуса работает. Если, заметьте, еще раз, как я подаю руку, я не за счет силы рук труб, да, не за счет мышц. Иначе ваши мышцы просто устанут быстро. А я дополняю движение корпуса. Рывок такой делаю. Как в боксе, как в карате. Помните, как у нас учили удары делать? Вот. Движение идет от плеча. Прихожу к более подробному растиранию мышц паровертибральных, которые идут вдоль всего позвоночника. Нам надо внедриться между асистыми отростками, которые здесь вот упирают, да, и вот этим валиком мышц. То есть между ними как раз внедряемся. Для этого используем ребро нашей ладони, вот около мизинца. И быстро, гногично растираем. Для этого делим условно участок от копчика, начиная до трапециевидных мышц, на четыре части. Раз, два, три, четыре. Потом будет у нас проход условно мы делим на три части, проход условно делим на две части, и на одну часть. Примерно каждый проход нужно делать по три-четыре раза. Раз, два, три, четыре. Два прохода, два прохода и один проход. Если в этот момент мы видим, что тело человека, оно достаточно имеет изгибов своих естественных, лордовский, фостон, сутулы, то наша рука так и должна по этим изгибам идти плавно. Как помните, лезвие показывает для мужчин с жилет, которая постоянно гнется под воздействием пугарков наших. Так и ваша рука так же должна прогибаться здесь, здесь и заныривать туда. Чем глубже мы заныриваем, тем лучше. Мы постоянно в каждом нашем приеме дополнительно будем стимулировать плечо и трапециевидные мышцы. Растер лицедиком. Прямо по позвоночнику получается. Да, да, да. Да, да. Получается из позвоночника. Или рядом. Рядом. Или рядом. Рядом, нет. По позвоночнику уводить нельзя. То есть вот рядом у нас. Да, да, да. На асист отростки не нажимаем. Вот если так нажать, видите, три валика, да? Вот получается, между этим и этим валиком вот сюда вот мандрицы. Вот позвоночник идет, допустим. Раз, позвоночник. Два. Да, да, да. Вот так. Раз, два. Вот их нужно вот так проминать. И между ними и позвоночником еще вот сюда внедриться поглубже. Вот это такой серьезный нюанс. Во что позвоночник, в чем он лежит, эти области нужно хорошо промять, да? Чтобы разогреться вот туда, да, да, да. Разогрели здесь. Но ты же нам пальцы показываешь, тебе уже тепло, да? Уже хорошо. И переходим локально к плече. К плечу, да? Растираем, как я вам говорил, веерные мышцы идут вот так вот. Растираем их вдоль мышц. Подключаем тут уже наше предплечье. То есть, сначала мы растирали ладонями, потом ребрами ладоней, да? Потом одну руку ставим на ладонь, другую ребром. И у нас получается не только растирание, а уже переходный момент к разминанию. То есть, получается валик. Вот такой, видите, тело сюда подходит. Далее мы включаем не только ладонь, а всю руку до локтя. При этом можно, проходя шею, немножко делать такой прием рулинга. Когда мы его еще крутим, подкручиваем. То есть, у нас рука идет, как бы по спирали вот так вот получается. Еще раз теперь все вместе демонстрирую. Растерли вот так. Растерли вот так. Одну руку заменили на ладонь. Далее подключили весь локоть. И после этого перешли на поперечное разминание этих мышц. Тоже развернули локоть сюда. Глубоко, видите, одновременно растирание и разминание. Потому что мышцы захватываются достаточно большими областями. Видите, как сладкие идут. Учитывая локоть, видите, мы все растерли до конца. И то же самое можно сделать еще и с негодицей. Те же приемы, только просто меняйте локоть. Теперь этим локтем вам будет удобнее делать. Таким образом мы сразу от растирания перешли к их разминанию. Я прошу прощения. Получается, сначала получается вот мы ребром. Потом, допустим, побольше взяли. Предплечьем, да? Уже второй этап и третий уже практически с локтем. Да, с локтем. Только единственное, что предупреждаю. Локтем желательно не касайтесь коточек и всяких выступов пациента. Особенно асистых отростков. То есть рука должна... У некоторых бывает, у хузеньких, позвоночник аж упирает. Вот здесь. То есть ваша рука должна идти, не задевая позвоночник, а по касательному. Вот так вот, мимо. Самим локтем. Ребра не бейте. По крестцу не бейте. По лопаткам не бейте. То есть локоть потом и включим в работу. Сейчас пока непосредственно нам косточки сделать косточки не нужно, потому что движение быстрое. Видите, я уже даже вспотел. Движения должны быть... Чем отличается от растирания? Трением. То есть мы всегда слышали, что есть вот такой шероховатый звук. Шик-шик-шик-шик-шик. Чем ближе у вас руки друг к другу, тем больше трение вы дополнительно создаете. А трение переходит во что? Его кинетическая энергия переходит в тепло, грубо говоря. И пациент согревается. Мы уже видим определенную гиперемию. Согрелся, да? Пациент, говорит, согрелся. Видим покраснение, с чем можем поздравить пациента. И далее мы перейдем к приемам вибрационным. Это уже несколько специальной техники. Об этом я вам подробнее расскажу в следующем видео. Поэтому не переключайтесь. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. А еще лучше не смотрите нас вообще. Не смотрите эти видео. Приходите на тренинг и получайте всю пользу прямо здесь и сейчас. Из рук в руки. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok